Итак, дорогие друзья, всем доброе утро. Мы продолжаем изучать Тору, конкретно книгу Мишлей Притчи. И конкретно мы сегодня заканчиваем 20-ю главу. И нам останется всего лишь до конца Мишлей 11 глав. И с Божьей помощью я хочу подготовить к изданию книгу двухтомник Мишлей. И тогда будет три тома. Мудра царя Шлумо, будет Коэлит, Экклезиаст. В этом весь человек уже книга написана. Вы можете ее прямо в электронном виде получить бесплатно в подарок на сайте vaikro.com. То есть вы можете бесплатно получить эту книгу. А в печатном виде ее можно пока заказать только в Украине, в издательстве IPO. А вот я думаю, что с Божьей помощью мы сделаем трехтомник, когда будет Коэлит и два тома на Мишлей. Это будет серьезное дело. У каждого дома сможет стоять прямо концентрированная мудрость, житейская мудрость. Мудрость, как жить в этом мире царя Шлумо. Значит, сегодня у нас уже 700-й урок. Слава Богу, 700 уроков в новоикре. Мы стартанули 15-го швата. Ну, уже три года прошло. Три года, 2017-го года. Уже даже раньше. Да, время идет. Вот очень важно постоянство. Самое важное в этой жизни то, что дает невероятные результаты, это настойчивость, постоянство. Вода, которая капает на камень, делает дырку в камне. И изучение Торы каждый день, оно приводит к огромным результатам. Все. Но главные результаты мы получим и увидим только в грядущем мире. Потому что в Пертьевод мы учили, сказал Раби Тарфан. Он сказал так. И дальше он сказал же, Раби Тарфан. Он говорит, не на тебе работу закончить. И ты не свободный человек, чтобы от нее освободиться. Если ты учил много Торы, дают тебе награду большую. И он может быть уверен в хозяине твоей работы. Что он тебе заплатит награду за твои действия. За каждое твое действие в изучении Торы, в служении Всевышнему. Каждое действие уже сразу идет награда, независимо от результата. Выда, он говорит. Но зная. Матан схаранли цадитим. Выдавание награды для цадиков, для праведников. Лятит лавов в грядущем мире. Все. Так что будем ждать основную награду. И, значит, 29-й отрывок 20-й главы, сказал нам царь Соломон следующее. Тиферет бахурим кухам, ваадар с к ним сейва. Великолепие юношей сила их, ва и великолепие старцев их седина. Значит, ну, казалось бы, все понятно, да? Что, когда человек юноша, да, чем он должен гордиться? Мы, кстати, учили тоже в Перте-Авод. В Перте-Авод мы учили, что в каждом возрасте есть его особенности. И в 30 лет, написано, в 30 лет приходит сила. Приходит сила. В 40 лет приходит сообразительность бина. В 50 лет приходит ЭЦА. ЭЦА это ты уже можешь советовать. Вот меня, как бы, вот эти вот три периода интересовали. Действительно, с 30 до 40 лет больше всего силы, энергии. Дальше она идет уже на спад. С 40 лет, вот у меня, мне сейчас 47 лет, начинается большая глубина. У тебя уже более выстраиваются причинно-следственные связи. Ты понимаешь суть вещей, особенно если ты изучаешь Тору, и ты понимаешь, как бы, глубинную суть вещей. Понимаешь, что во всем есть большая глубина первое последствие, второе последствие, первая причина, духовная причина и так далее. То есть у тебя выстраивается такая многомерная картина. То есть есть духовность, которая корень всего, причина. Есть следствие этой духовности, материальный мир. Есть первое следствие любого твоего действия, это сразу то, что ты видишь. Есть далекое последствие, то, что ты видишь потом. И вот это понимание бина, бина это видеть вещи из вещей. То есть само слово бина на иврите, сообразительность, оно от того же корня идет, что слово строить, левнот, это строить. И бина это понимать вещь из вещи. Это в 40 лет. И мне вот сейчас 47, я к 47 годам я начал разбираться уже. А в 50 лет, вот я жду еще 3 года осталось, приходит ЭЦА. ЭЦА это ты можешь советовать. Теперь говорит нам царь Соломон в 29 отрывке здесь Мишлей, что великолепие Бахурим. То есть пока человек еще Бахур, Бахур это юноша. Это его сила. Это его сила. То есть сила физическая. Теперь великолепие старцев, это их седина. И тут как бы непонятно, ну что он здесь добавляет. Причем тут старцы и почему краса стариков их седина. Значит, объясняют комментаторы, что имел в виду царь Соломон. Здесь скрыто очень такой глубокий совет. Надо поставить сейчас 18+. 18+, значит, что можно это слушать. Вам есть 18 лет? Если есть, то тогда слушаем дальше. Значит, он говорит так, что если юноша во время, когда у него есть сила. А что дает человеку силу? Сейчас мы знаем, что человеку силу дают гормоны, тестостерон. То есть мужские половые гормоны. Они вырабатываются, когда человек тренируется. У него поднимается уровень тестостерона и растет сила. Но когда у него поднимается уровень тестостерона, то у него тут же включается внутри система размножения. И вот этот вот юноша, у которого великолепие сила, он такой накачанный, его прет, значит. Он тут же начинает, если им управляет его инстинктивная природа, то он тут же начинает искать объекты для размножения. То есть он начинает заниматься тем, что в Торе называется знут. Знут это разврат, на русский переводится. И он прямо начинает этим злоупотреблять, если им управляет его именно животная природа. И что? И он становится седой еще до того, как он стал стариком. То есть пишут комментаторы все, что тот, кто злоупотребляет в молодости, прямо они пишут, что он спит не так и не с теми, с тем надо. И очень много это делает. То его начинает сразу, он разрушается тело. И у него, он становится седой. Но он становится седой, но он еще не старый. То есть седина ему приходит вследствие болезней. Вот такая вот интересная вещь. И тридцатый отрывок, он продолжает эту идею. То есть из тридцатого мы понимаем, что в двадцать девятом именно это имелось в виду. Хабурот, пеца, тамрок, бера. Значит, ушибы и раны приходят от зла. Умакот, хадрейботен. И у него изнутри язвы внутри живота. Что имеется в виду? Как раз вот из тридцатого отрывка понятно, что имеется в виду в двадцать девятом отрывке. Потому что тот, кто злоупотребляет вот этими вот лишними связями, да, он это делает просто вот из-за того, что его сила прет, его тестостерон, его просто... Знаете как? Говорят, что в какие-то моменты мужчины, они перестают думать головой, потому что у них вся кровь от головы отливает, да, куда-то там. И вот здесь это то, что имеет в виду царь Соломон, что когда человек думает, начинает не головой и не по Торе, как надо думать, то у него последствия, последствия, ушибы и раны, они приходят от зла. А говорят все комментаторы, тут же все код, надо знать, что Тора... Есть четыре уровня понимания. Есть уровень понимания простой перевод слов, а есть уровень, который называется намек, а есть уровень, который называется расшифровка, дружь, и... А есть уровень, который называется тайна, сот, то есть пардес, есть четыре уровня, пшат, ремес, драш и сот. Так вот, мудрецы, которые давали комментарии на царя Шоломон, они говорят, здесь зашифровано вот в этом слове последствия зла, да, ушибы и раны, последствия зла. Какого зла? И говорят, что в Торе, в книге Берешит, в самом начале, рассказывается история, что было у Иуды. Иуда это был один из сыновей Якова. У него было три сына. Эр, Анан и Шела. Значит, и написано, что сын его, Эр, он делал зло в глазах Бога, и Бог его убил. А потом Анан делал то же самое, что делал Эр, вот это, да, и Бог его тоже убил. И делали они зло. Какое зло они делали? У них была очень красивая жена Тамар. Вначале была она жена старшего брата Эра. И он с ней спал, но он спал не для того, чтобы были дети, а просто для того, чтобы получать удовольствие, и он специально, чтобы сохранить ее красоту, он не хотел, чтобы она рожала. Из-за того, что он не выполнял заповедь Бога, и он сбрасывал в сторону, не туда, куда надо, значит, бах, он умер. Потом Анан делал то же самое. И отсюда, отсюда, значит, есть вот это вот слово ананизм, это как раз от Анана пошло. Анан это сын Иуды, сын Иуды. И потом Анан делал то же самое, что делал Эр, и он тоже умер. То есть мы видим, что злоупотребление не для продолжения рода, и не для того, чтобы делать это правильно, вовремя, по закону и так далее, приводит даже к смерти, представляете вообще? И, значит, потом был третий сын Шелла, и мы знаем, что по Торе, по Торе, когда умирает брат и не оставляет потомства, то второй брат его, он женился на его жене, то есть вот один брат был, старший брат, был Эр, да, он, когда умер и не оставил потомства, то Анан женился на его жене Тамар, и сын, который у них должен был родиться, его назвали бы Эр, и он бы тогда стал бы наследником, и в него вселилась бы душа его погибшего, умершего отца. Но Анан этого не хотел, и он тоже не хотел, чтобы были дети, и он тоже умер. И Тамар тогда, она ждала, когда вырастет, когда вырастет третий сын Шелла. И Иуда, он, а Иуда думал, значит, по Торе, если у женщины два мужа умерло, если она дважды вдова, то есть мнение, что на ней нельзя уже жениться, запрещено. Но второе мнение говорит, нет, два раза еще не доказательство, что она, какая-то у нее плохая судьба для мужчин. Вот три раза, если умерли мужья, тогда уже точно на ней нельзя жениться. Теперь Иуда, он думал, два сына у меня умерло, из-за, ну, которые женились на этой Тамаре. Как я ей отдам третьего сына? Третий сын, если на ней женится, а вдруг уже после второго раза нельзя? В общем, он тянул, тянул, тянул. Дальше была очень Торе интересная история, когда Тамар вышла на дорогу, и она притворилась женщиной легкого поведения. И Иуда, он, а у Иуда к тому времени умерла жена. И это тоже одна из самых странных историй в Торе, когда Иуда, один из двенадцати сыновей Якова, родоначальник колена Иуда, это самое такое главное колено, ну, одно из главных колен в народе Израиля, потому что из него пошел еврейский царь, царь Давид, это он пошел из колена Иуда. И получается, что Иуда, это был такой родоначальник царей, один из двенадцати сыновей Якова, и он, великий праведник, идет по дороге, прямо в Торе написана эта история, и он видит женщину легкого поведения на перекрестке дорог, и он к ней заходит, значит, спит с ней, и она от него беременеет. И потом, потом, а у него не было денег с собой, и он ей оставляет свой посох, свою печать, и оставляет посох, печать, и что-то еще в ней оставил. И потом, потом он посылает своего помощника, чтобы отдать ей оплату, и забрать свои вещи, но ее нету. А потом ему говорят, что ты знаешь, твоя невестка Тамар беременная, которая ждет, что вырастет Шела, и должен на ней жениться. А что еще здесь очень интересно, что Тамар была из рода священников, до дарования Торы священниками были это, ну, были специальные такие роды священников, то есть Тамар была из рода священников, которые приносили жертву единому Богу, и за то, что замужняя женщина, или обрученная женщина, она считалась как бы посвященная женщина уже третьему сыну, если она изменяет и вступает в небрачные связи, то ее надо убить. И Иуда, который был на то время царем, как бы главным, ему сообщают, что его невестка, вдова его двух сыновей, она беременная, а она по закону ждет, пока вырастет третий сын. И значит, он говорит, ну что, надо ее тогда казнить, значит, надо ее казнить. Бах! А она шлет ему, говорит, есть для тебя сообщение. И шлет ему сообщение, говорит, от человека, кому принадлежат вот эти вот вещи, я беременная. Посох, печать и пояс, да, Анна Рабачевна упоминает. И, значит, он говорит, она праведная, больше праведная, чем я. Вот это вот то, что, вот уникальность Торы в том, что Тора не показывает, что праведники, они там святые, Тора не скрывает никаких, знаете как, вот если бы это был придуманный какой-то, знаете, когда переписывают летописи какие-то цари, и они пишут, все, я родом произошел от ангелов, мой дедушка дракон, бабушка дракон, мы все были там великие царите. Если, когда придумывают свою историю, то очень приукрашают. Тора ничего не приукрашает. Такие сложные вот эти ситуации, она вообще для понимания, она невероятно сложная. Как это вообще? Как это все происходило? Какие мотивы? Почему? Но Иуда, он тут же говорит, как царь Давид, когда-то, когда он, была эта история с Батшевой, от которой пойдет Машиах, от которой потом родился царь Соломон. Когда пришел пророк Натан и сказал царю Давиду, ты согрешил? Он не начал там говорить, нет, я не думал, вы неправильно меня поняли. Он говорит, да, хатати, хатати лифанеха, он говорит, согрешил я перед тобой. И то же самое Иуда, который был родоначальник, он был предок царя Давида, когда ему Тамар послала вот эти вещи и сказала, от этого человека я забеременела, он мог бы сказать, ой, мне стыдно, мне неудобно, и она неправильно поступила, и все. Но он тут же сказал, она более праведная, чем я. Это я поступил не по закону, что я своего сына третьего скрывал от нее и не хотел, чтобы на ней женился. Он должен был на ней жениться. И говорит, значит, вот так вот это было божественное проведение. И в общем, от этого брака он женился, получается, на Тамар тогда. И от этого брака ее сыновья, это были родоначальники царя Давида, царя Шломо, и, как следствие, Машеха, который будет последний царь, который приведет уже к следующему этапу существования мира. Значит, а нам, давайте вернемся тогда к 29-му отрывку и к 30-му, говорит нам царь Соломон по-простому. Великолепие юношей их сила, и великолепие старцев их седина. То есть, если ты хочешь дожить до старости, и, если ты хочешь дожить до старости, и чтобы тебя уважали, так когда ты юноша, у тебя есть сила, то ты должен эту силу направить на духовное совершенствование, на создание семьи, на правильные вещи. Но если ты свою силу растрачиваешь на разврат, то тогда и 30-й отрывок нам сообщает. Будут тебе хабурот, пеца, будут у тебя ушибы, раны, это как тамрок, это притирание, не притирание, это как следствие от зла, которое ты делаешь, потому что разврат это зло, если просто так им заниматься. И, значит, и это зло, оно выводит у Макот, Хадре и Бетен, оно идет как язвы внутри живота. Здесь очень возникает еще один вопрос, еще один вопрос возникает, очень серьезный. Сам царь Соломон, который написал Мишлей, и который вот нам это все сообщает, он сам был женат, у него было 700 жен и 300 наложниц. Это сообщает нам Тора. То есть, это удивительно, как он, будучи царем, и Бог сказал, кстати, в Торе, Бог сказал, что царь не имеет права иметь умножать себе жен, чтобы они не отвратили его сердце от Бога, и царь не может умножать себе коней, и золото, и серебро. Но царь Соломон умножал золото, серебро, и жен, и коней, и он говорил, я не согрешу, я же самый мудрый из людей, я не согрешу. Но потом Тора нам сообщает, что жены совратили его сердце, и он, вы знаете, интересно, что царь Соломон, сообщает нам Тора, он умер в 52 года, умер он достаточно молодым, и не сообщается, почему, но написано прямо, что жены совратили его сердце, то есть, он все-таки умножил жен, и пока он был молодым, он с ними справлялся, но потом они все-таки сумели на него повлиять. Представляете, 700 жен, говорят одновременно, и 300 еще наложниц ему, зачем ему наложницы нужны, вообще непонятно было в этой ситуации. Но фактом является то, что не надо, значит, вот Дамир спрашивает, есть ли какие-то рекомендации по сексуальной сфере в семейной жизни, жить надо с женой, и, значит, не, ну, как сказать, не злоупотреблять, потому что в том, где написано, если у человека такой маленький орган, чем-то его сильнее, как бы кормишь, тем он более голодный, то есть чем человек злоупотребляет в сфере вот этого пользования этим органом, тем он больше, ему больше хочется, и люди, которые входят вот в эти вот, как бы, волны разврата, они уже остановиться не могут, и они куда-то уплывают, вообще непонятно куда, хотя глобально, если посмотреть, что ничего в этом интересного нет, ну, как бы, очень, ну, очень странное это все явление, и, если подходить к нему, Раби Нахман, он очень давал хороший такой лайфхак, он говорит, если тебя привлекают женщины, ну, которые тебе запрещены, и, ну, то есть излишне они занимают твои мысли, просто начни изучать анатомию, анатомический атлас, и рассматривай женщину, вот, просто представляй ее в виде анатомического атласа, и всякое желание пройдет, то есть, вот, вот так вот советуют нам мудрецы, но есть обязанность по Торе жить с женой, радовать жену, и рожать детей, и мужчина должен быть женат, даже если он уже не может рожать детей, все равно надо жениться, и там есть целые, очень, ну, подробно расписана вся эта сфера семейных отношений, есть КТУБА, брачный договор, обязанности жены перед мужем, обязанности мужа перед женой, Рамбам, Рамбам в Мишне Торе, он перечисляет все законы семейной жизни, что обязан муж перед женой, что обязана жена перед мужем, и если строить свою жизнь в этой сфере по законам, Мишна Тора, значит, Рамбам, я не помню, как раздел, Нашим, по-моему, женщина называется раздел, и, значит, если строить свои взаимоотношения по Торе, то будет счастливая семейная жизнь, и вообще счастливая жизнь, очень классно на эту тему рассказывает Раф Ашер Кушнир, про семью вообще, про семью, про все, значит, рассказывает Раф Ашер Кушнир очень хорошо, и Эйтан Бердер сделал прекрасный курс семейные отношения по мотивам Рава Симхи Койна, Рава Ашера Кушнира, есть очень классный курс по семейным отношениям. Все, всем удачи, успехов, и мы закончили 20 главу с Божьей помощью, чтобы, чтобы было у нас великолепие в молодости, сила, и великолепие в старости, седина, чтобы все дожили до старости, до, до такой вот счастливой седины. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok